В Кирове отремонтированы еще четыре улицы Свердлова, Кольцова, Карла Маркса и Строительная. Об этом рассказали в администрации города. Ремонт продолжается на семи участках. Например, на улице Свободы и Комсомольской. Рабочие укладывают один из первых слоев, выравнивающий слой. А на Милицейской уже проводят устройство верхнего, последнего слоя. Продолжается также и ремонт дороги Киров-Русская. О других новостях города и области расскажем в коротком видеообзоре. Очередной случай бешенства зафиксирован в области. На этот раз в Зуевском районе обнаружены две больные инотовидные собаки. В региональном управлении ветеринарии уточнили всего с начала года и на сегодняшний день, включая эти случаи, зафиксировано 54 больных животных. Причем чаще всего опасное заболевание выявлялось у лисиц, реже у инотовидных собак. В Кировской области начинается вакцинация против гриппа. В регион поступила вторая партия вакцины. Первая пришла в августе, а следующая будет в октябре. Стоит отметить, бесплатно прививку могут сделать работникам медучреждений, школ и детских садов, а также пенсионерам, людям с хроническими болезнями, студентам и призывникам. Медики напоминают, вакцинация – это основное средство профилактики гриппа. Смертельное ДТП произошло в Яранском районе. Авария случилась накануне на 181-м километре трассы Вятка. Об этом сообщили в областном ГИБДД. По предварительным данным, водитель-бесправник на машине ВАЗ-2109 выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Джили. Девятка вылетела в кювет, ее 34-летний водитель погиб, трое его пассажиров получили травмы и были госпитализированы. Субтитры создавал DimaTorzok